Что такое места дополнительного внимания? Вы, наверное, все прекрасно знаете, что существует у нас в городе, к сожалению, и такое понятие, как преступность. Это те места, где у нас обычно могут отобрать телефон. Бывает такое, знаете, да? Паспорта безопасности учебные заведения сделали еще в прошлом году. Документ содержит информацию о самом учреждении, а также ближайших дорожных объектах. Например, светофорах, знаках и пешеходных переходах. Так каждый ученик сможет выбрать безопасный маршрут до школы. На схемах, которые разрабатывались Управлением образования и сотрудниками ГИБДД, теперь указаны еще и места установки камер. Мы говорим о том, что есть система видеофиксации событий, которые происходят в общественных местах. Может быть, инерционно какие-то криминальные события будут происходить, но потом они будут вытеснены ровно тем обстоятельством, что событие отфиксировано и, наверное, основной принцип правосудия, неотвратимость наказания будет реализован. На оснащение камерами видеонаблюдения муниципалитет получил более 27 миллионов рублей. Средства поступили в рамках областной программы «Безопасный город». За помощью в повышении безопасности детей инспекторы ГИБДД обратились и к самим педагогам. На встречу в Управлении образования поступило предложение проводить в рамках учебного процесса специальные инструктажи для детей. У нас обычно родители относятся к этому не так влиянно, как мы. И инструктажи, которых я требую в школе о том, что ребенок должен знать, о правилах напоминать, они таких не проводят. С помощью новой программы уверены сотрудники правопорядка и преподаватели, дети смогут внимательнее оценивать дружную обстановку и, соблюдая правила, избегать так называемых опасных мест. В прошлом году под колесами автомобилей пострадали 27 детей. В нынешнем уже трое. Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.